Биотропика. Спорт, здоровье, долголетие. Итак, сегодня у нас в гостях в рамках проекта Биотропика Лилия Игоревна Ахаимова. Призер чемпионата мира, чемпионка Европы, чемпионка России, олимпийская чемпионка в команде 2020 года. Заслуженный мастер спорта России. Поговорим про спортивную гимнастику, про роль родителей и тренеров в становлении профессионального атлета, про путь Лилии Игоревны к Олимпийскому Олимпу. Вы с 97-го года рождения, со скольки лет вы занимаетесь гимнастикой? Меня провели в гимнастику в 5 лет во Владивостоке. Во Владивостоке? Да. Привели родители, и вот оттуда все началось. То есть это не собственное желание в 5 лет, да? Ну да. Но у меня родители всегда занимались спортом, и хотели всегда, чтобы ребенок тоже чем-то занимался, чтобы не бездельничал, и всегда старались в сторону спорта. Очень часто бывает так, что родители со спортивным бэкграундом все-таки влияют на целеполагание и на вид спорта, то есть на активность, на раннее начало ребенка в спорте. Ну да, это очень важно, потому что я, пройдя такой путь в спорте, могу сказать точно, что мой ребенок тоже пойдет в какой-либо спорт, и это будет 100%. Так, хорошо. Интересно, а тогда, учитывая ваш опыт и ваше желание даже своего ребенка отправить в спорт, то какой он будет, это спорт, гимнастика или нет? Наверное, если это будет девочка, то скорее нет. Вот. Возможно, что-то вроде фигурного катания или синхронного плавания, вида спорта, который, ну, мне нравится. Вот. А если это будет мальчик, то я думаю, что спортивная гимнастика. Так, хорошо. А чем, на ваш взгляд, какой побочный эффект у спортивной гимнастики для девочек? Ну, достаточно высокая травмоопасность этого вида спорта. Вот. И оно такое, мне кажется, жесткий вид спорта для девочек. А какие основные травмы? В основном это спина. У нас много специальных спортсменов, у кого прооперированы спины. Позвоночник? Да. И все это сделано шурупами, и, ну, то есть, как бы... И несмотря на это, они продолжают тренироваться? Кто-то восстанавливается, еще уступает после этого, кто-то не в состоянии, потому что, ну, все-таки травмы несут последствия. Вот. Поэтому... Не знаю. В принципе, для девочек это тоже хороший вид спорта, но я, пройдя такой путь, не очень бы хотела, чтобы моя дочка это повторяла. А вы думаете, в других видах спорта что-то по-другому? Я думаю, нет. Просто... Не знаю, почему-то вот такое желание, что... Если мой ребенок захочет пойти в спортивную гимнастику, то, конечно, я его отдам. Но так, на первоначальном, я бы хотела бы другой вид спорта. Понятно. А если коснуться травм, то, в принципе, каждый вид спорта имеет свои травмы. Да, конечно. Даже бег... Вот единственное, наверное, самое менее травматичное, это плавание, насколько я понимаю. Ну да, но там, конечно, в любом случае, в каждом виде спорта есть травмоопасность. Просто мне кажется, что где-то она прям максимально опасная в том плане то, что у нас в спортивной гимнастике мы столкнулись с таким, что можно потеряться в пространстве. То есть ты когда исполняешь какой-то элемент, бывает такое, от усталости, от различных факторов может произойти сбой. Ну то есть просто сбой организма, и ты можешь в пространстве, в полете просто потеряться и неудачно приземлиться. К сожалению, были такие случаи, когда даже спортсмены получают там большие травмы, они оставались либо инвалидами, и, к сожалению, даже были случаи смертельные. Поэтому в этом плане, ну, для меня как бы страшно. Какие-то вещи, именно вот в таких видах спорта, например, фигурное катание, я понимаю, что там лёд, и это может понести, ну, большие какие-то последствия в жизни. Ну, именно... Твёрдая поверхность. Да, то есть, ну, те виды спорта, в которых, я не знаю, можно так играть или нет, можно, ну, прям реально убиться. То есть вот, то есть, ну, например, если брать, мне кажется, плавание, то там нету такого, что ты можешь, ну, прям совсем там инвалидомостраться. Можешь просто не показать результаты, да? Ну, ты можешь, ну, как бы я в качестве травм, да, у тебя может там вылететь плечо, у тебя может болеть спина, точно так же. Но это как бы всё, мне кажется, можно вылечить. А у нас в спортивной генетике бывали такие случаи, когда вылечить, к сожалению, уже никак. Повышенная травма опасности. В плавании можно утонуть. Это всё понятно. Да, это уже... Это как бы никто... Есть вредность у нас... Я охраной труда занимался, когда научный гидрид занимался. У нас есть вредность и опасность. Ну, конечно, опасностей гораздо больше. Да, но опасность, она везде, поэтому... Нет, ну, каждое приземление – это дополнительные риски. Ну, конечно. Ну, это в любом виде спорта дополнительные риски, мне кажется. Всегда. И профессиональный спорт, к сожалению, всегда несёт какие-то последствия в плане здоровья. Любой профессиональный спорт просто чуть больше, чуть меньше, и, соответственно, целесообразно выбирать те, что меньше. И ещё очень многое зависит от того, как ты подходишь к тренировкам, к соревнованиям, какая подготовка, насколько у тебя грамотный тренер, который тебя ведёт, чтобы максимально пройти этот путь гладко и без каких-то плохих последствий в плане здоровья. Погрузите нас немного, пожалуйста, в то, как гимнастка наивысшего уровня, какой образ жизни ведёт, и сколько времени уделяется на восстановление, на тренировочный процесс, какое питание, какие принципы питания придерживаются. И, наверное, в разных видах спорта это тоже разный образ жизни, разные питания интересные. Да, но я расскажу так немножко, ну, про себя, потому что всё равно это всё индивидуально, максимально, не то, что даже разный вид спорта. Интересный именно ваш опыт, да? Да. Конечно, для меня очень важен режим всегда, особенно, когда это подготовка к серьёзным стартам, это всегда в одно время подъём, в одно время это нужно ложиться спать. Это способствует лучшей работе организма? Ну, конечно, конечно, восстановление – это одно из самых важных вообще частей в подготовке к соревнованиям и вообще профессионального спортсмена. Конечно, за питанием тоже следим, без этого никак, потому что это нагрузка, большая нагрузка, и организм должен быть полностью подготовлен, чтобы было не тяжело себя таскать на снарядах, естественно, чтобы было меньше травм. Вот, поэтому всегда режим, определённое количество тренировок каждый день. То есть они прям расписаны по графику, кроме воскресенья. Воскресенье-выходное, полное восстановление. То есть один день в неделю, полное восстановление. Вот, ну и также у нас всегда, перед подготовкой к соревнованиям, две тренировки по 3-4 часа. Вот, каждая. Естественно, там дневной сон, всё это восстановление, и после тренировок массажи, вани, бассейны, и все-все условия, которые помогают восстановиться. То есть на сегодняшний день, вы в 2020 году олимпийские? Ну, в 2021 были соревнования, но названы они Токио 2020, так как в связи с коронавирусом наши олимпийские игры перенесли на год. Но я к тому, что достаточно свежие все разработки, наработки, и свежее понимание, как на сегодняшний день устроено в олимпийской сборной всё. Да, вот буквально. Ещё даже год не прошёл. Какие элементы восстановления тогда на сегодняшний день считаются самыми эффективными? На самом деле, настолько много всего, особенно в сборной, то есть даются возможности для восстановления. Вот, но прежде всего сон, и после нагрузок, такие вот как восстановительные процедуры, там массаж, сауна, наверное, самое для меня, самое восстанавливающее, что может быть. То есть работает массаж, сауна? Да. Конечно же, мы делаем различные физиотерапии, различные такие восстановительные процедуры, которые есть именно, которые уже прописывает врач, который находится на сборной, вот, что тоже там помогает и не усугубиться травмам, которые есть, и там предотвратить новые, вот, и всё это в совокупности работает. Наверное, тоже связочный аппарат очень сильно подвержен травмированию. Конечно. А вот если речь идёт о связках, потому что любые травмы, в принципе, более быстро заживают, нежели связочные. Что на сегодняшний день самое эффективное для поддержания, восстановления связочных салфетов? Что делаю я? У меня вообще повреждённые связки в голеностопных суставах. Сильно повреждённые, и это не давало мне возможности. Некоторые связки разорваны, которые не основные, не главные были. Вот, и, в принципе, все связки, то есть, ну, голеностоп изношен. То есть, вот, основная нагрузка выходит на голеностоп во время вот этих всех. На всех приземлениях, да. У меня, ну, видимо, из-за того, что, может быть, это как-то раз я получила травму, потом не до конца восстановилась, не долечила, естественно, потому что там были какие-то соревнования, сборы и так далее. И это ты, когда ты профессиональный спортсмен, ты всегда должен быть в форме. Как часто и бывает в погоде, да? Да. Вот. И поэтому не до восстановления какое-то, потом опять сверху нагрузка, опять соревнования. И всё это каждый раз, и за большое количество лет, а я 19 лет занимаюсь спортивной гимнастикой, там, ну, то есть, наросло прилично всяких там... Вопрос, извиняюсь, а сейчас занимаетесь, или вы уже ушли из такого профессионального спорта? Сейчас, в данный момент, я ещё восстановлюсь после Олимпийских игр, то есть, я взяла перерыв. Ну, то есть, восстановление уже длится год. Да, да. Ну, почти уже год скоро будет, да. С 1 августа, можно считать. Вот. И мне помогала очень сильно плазмотерапия. Может быть, слышали? Да, конечно. Когда берут кровь из вены, всё это в центрифуге, да, добавляя какие-то полезные вещества, и вводят сам сустав. Сустав и... Как правило, гиалуронную кислоту добавляют, смешивают. Да, но я не делаю гиалуронную кислоту, потому что однажды у меня был такой опыт, мне добавили гиалуронную кислоту, и у меня вот это вещество, которое ввели, оно не рассосалось. В связочку ввели или в сустав? В сустав. И у меня просто на глинстопах просто было две большие шишки на двух ногах. То есть, я просто не могла в течение 4 месяцев нормально ходить, не говоря уже о том, что я не могла ни прыгать, ни бегать, ничего. И это вещество, видимо, не знаю, может быть, организм не принял, может быть, какая-то доза была, ну, большая для моего организма, что он не смог... Или некачественная, да? Не смог, да, это... как-то рассосать и, ну, в хорошее, наоборот, перевести. Вот. Поэтому, исходя из этой проблемы, я начала делать плазмотерапию, то есть, это собственная кровь, которая не несет никаких там плохих последствий, не может быть. То есть, она не может мне подойти или еще что-то. Я тоже делал неоднократно, и я хочу сказать, что я не почувствовал эффект, у меня тоже со светлыми проблемами из-за длительных забегов и ушло такое состояние. Плазма мне не помогла, но вот гиалуроновая кислота более или менее как-то помогает увеличить отек, и, соответственно, потом... Плюс эпитерапия. Эпитерапия сейчас, да, еще из футбола в Испании очень популярна. Эпитерапия связочку колет. У вас это не практикует. Кулочку, да, когда делаю, да? Кулочку укалывают и потом электрическим током подают. Да, но у нас такое почему-то не практикуется в гимнастике. А вот я разговариваю с доктором, в футбольной лиге Испании очень сильно практикуется. У нас только-только вот в Зените там начали это практиковать. Ну да, я знаю то, что во многих странах очень много всего интересного, чего нет у нас. Вот, и как-то, не знаю. Тут же Актовегин есть у нас, а во многих странах его нет. Ну это да. Интересно то, что очень многие ребята, спортсмены, в принципе, Актовегин же не запрещен, очень многие его используют, но никто не может сказать однозначно, работает он или нет. У вас как-то вообще принято считать, что он работает? Я не знаю. Я как бы тоже, наверное, вот не могу сказать настолько точно, но знаю точно, что в совокупности вот оно все всегда срабатывает. И ты, когда у тебя очень много всяких становительных вещей и штук, и ты это все вместе все делаешь комплексом, и ты потом не знаешь, что именно тебе помогло, потому что ты делал все. Ты без разницы, главное, чтобы... Ты просто делал все для того, чтобы... Это если сильно хочешь, плюс это еще срабатывает. Да. Вот. Конечно, все это не избавляет от того, то, что... Нужно тренироваться. То, что тебе больно, но все равно, то есть как бы там никакая плазма не вылечит тебе суставы и связки, к сожалению. Мы сейчас говорили, вот именно тоже плазма вам помогла в связочку, именно в связке голеностопа, Именно в голеностопе, да. Ну, мы делали в сустав, и в связок все. Полностью. Вот. Это как-то помогало. Но, не знаю, прямо перед Олимпийскими играми у меня очень сильно... Если честно, я прямо сейчас вижу, что у вас немножко отекший. Да. Хотя уже перерыв прорыв какой большой. И вот так все до организма, да, останавливается. И вот до сих пор не могу, да, привести в хорошее состояние. Просто, чтобы все имели представление, хотя бы немного, какие нагрузки, чтобы показать такие результаты. Да. Вот. Перед Олимпийскими играми очень сильно у меня болел седалищный нерв. И, ну, то есть задняя поверхность бедра, и, честно говоря, мне ничего не помогало. Ну, то есть вообще ничего. И как на обезболивающих? Обезболивающие тоже вообще просто никак не помогали. Я пила противовоспалительные, там, какие-то, ну, это настолько было бесполезно, что она даже вообще не приглушала боль. То есть перед Олимпийскими играми, там, перед днем квалификации я просто не могла ни сидеть, ни бежать, ни по лестнице подняться, ну, то есть ничего. Только выступать надо. Ну, я как бы, правда, не знаю, как это вообще возможно, когда ты действительно не можешь просто сесть, ты не можешь спать спокойно, потому что ты даже вот лёжа на боку не можешь ногу к себе подтянуть, вот просто согнуть ногу. И потом ты встаёшь, и на следующий день ты уже на Олимпийских играх со всей силой разбегаешься на прыжок, хотя ты ногу вообще поднять там выше, чем 40 градусов не можешь. И как бы это объяснить? Ну, это... Мобилизация? Состояние, когда ты выходишь на помост, ты вышел на помост, ты понимаешь, что перед тобой ответственность за всю страну, ты поехал спать за команду, тебя посадили в команду, это ты столько лет к этому шёл, я говорю, у меня мурашки, потому что оказываешься в таком состоянии внутреннем, что боль отходит на какой-то второй план. То есть в обычной жизни, мне кажется, такое состояние, оно, ну, как бы, невозможно попасть в это состояние, то есть если ничего не происходит. А там, естественно, адреналин, естественно, огромная ответственность, на тебя смотрит вся страна. То есть это наоборот вам придает. Ты к этому шёл 20 лет, и ты просто стоишь, думаешь, да я не могу сейчас просто так развернуться, сказать, мне больно. Да и что, что больно? Беги и делай, ты знаешь своё дело, ты сюда приехал, ну, как бы, грубо говоря, для чего тебя взяли, вообще поставили в команду, и на тебя рассчитывают, и ты просто развернешься, уйдёшь. Ну, то есть это даже недопустимо. И ты вот находишься в такой ситуации, что ты просто не можешь, не можешь отойти. Ну, то есть ты загоняешь себя в такой состоянии, ну, то есть, и всё, и ты просто уходишь и делаешь. То есть вот настолько должна быть, наверное, сильная мотивация и желание, и осознание того, где ты находишься в данный момент, и зачем ты сюда приехал. Ну, и характер соответствующий, чтобы выдержать свету. Ну, конечно, да. Без этого никак. Я думаю, в принципе, наверное, профессиональных спортсменов с такими высокими результатами слабохарактерных не бывает. Да, я тоже так думаю, что они, в принципе, не находят. Да, дальше. Вот, заканчивают как раз вот где-то. Ну, у нас в гимнастике лет, наверное, в 15. Ну, планы ещё есть? Возвращаться в спорт, продолжать? Или программа максимум выполнена? Или ещё не решили? Пока трудно сказать. Для меня программа максимум выполнена, потому что мой путь такой очень сложный, тернистый, и, наверное, не как у большинства гимнасток. Вот. Такой очень интересный. И тоже были периоды, когда я могла уже 100% заканчивать. И вот просто там благодаря своим родителям у меня появилась возможность продолжать. Вот. Ну, про это, если хотите, подробнее то. Ну, конечно. Я тренировалась в 90-стоке 10 лет и дошла до уровня кандидата в мастера спорта. И дальше моя дорога почему-то прекратилась в связи с какими-то факторами. Я не могла найти, наверное, какой-то общий язык со своим тренером. Ну, это переходный возраст. У нас ранний вид спорта, да. Ну, мне на этот возраст, мне кажется, 13 мне было где-то. 13-14, вот такой возраст. И очень тяжело было почему-то найти именно какую-то общую цель с тренером. Не знаю, не сходились, может, характерами или еще что-то. Это первый тренер? Да, первый тренер. Хотя мы 10 лет проработали. На самом деле, все же говорят, что есть тренер, который тренирует до губертатного периода, есть тренера, который тренирует пост, потому что там и психология, и все имеет место. Ну, да, это, конечно, очень сильно влияет. Но на тот момент как-то мы не выбирали тренеров никогда. То есть, меня просто отдали, чтобы я просто тренировалась. И то, что я смогла там протренироваться 10 лет и дойти до кандидата в мастера спорта, это как бы уже на тот момент было, ну, хорошо. Вот. И, естественно, наверное, каждый спортсмен уже, когда, ну, там, 10 лет там потратил, у него есть цель мастером спорта стать. Вот. Я, в принципе, по своим данным, я могла это сделать, потому что я была крепкая физически. То есть, ну, как бы я там всегда, в принципе, была на пьедестале плюс-минус. То есть, я не так часто выигрывала, но там вторая я была стабильна всегда. То есть, как бы, вот. Бывали, конечно, соревнования такие международные, там, маленькие. Мы ездили, где приезжали с других стран, и мне удавалось выигрывать. Вот. Но почему-то вот именно в тот период как-то все пошло прям очень плохо. И я сама как-то не особо уже хотела, что ли. И тренер, вроде, как-то тоже, вроде, и пытался меня подталкивать, а я как бы в обратную сторону. Ну, то есть, вот, просто вот какой-то юношеский максимализм, может быть, что ничего не нужно. Ну, то есть, все как-то в кучу, и по итогу ничего это не выходило, и я в течение года я просто перестала тренироваться. Я перестала делать все, то есть, я даже не делала программу даже самую детскую. я вообще ничего не могла сделать. Не потому, что я физически не могла, а просто потому, что я не делала, и через какой-то период тренер перестал меня заставлять. Ну, я такая, ну, как бы, ну, и хорошо. Я, ну, приду на тренировку, там, посижу, поболтаю, меня все устраивает. Вот. То есть, психологически не было, да, целей никаких? Ну, как-то... И это не мотивировало, да? Да, как-то мы, да, так не сошлись, и с тренером, и на тот момент вообще, то есть, ничего не хотелось уже. Я думаю, наверное, надо, как бы, заканчивать или что-то, ну, как бы... Либо в школе, как-то учиться. На тот момент это был восьмой класс, и тоже, ну, в таком возрасте ты не понимаешь, что тебе надо. Родители у меня всегда были, которые говорили, что, ну, хорошо, уйдешь ты, а что ты будешь здесь сидеть после школы делать? Я училась в первую смену. У нас была тренировка сначала, с полседьмого вечерняя тренировка там до семи вечера. И родители говорили, ну, вот ты вот со школы придешь в дачу дня, ты что будешь делать? Гулять пойдешь? По гаражам лазить? Как обычные дети? Да. Ну, нет, говорит, ну, не пойдешь гулять, будешь, ну, ты до дома будешь сидеть, учиться, что ты будешь делать? то есть, как бы, гулять вот так, целыми днями мы тебе не дадим. Ну, и как бы, все, ну, я ладно, пойду на тренировку, прихожу на тренировку, а там вроде бы тоже ничего не хочется делать. Ну, и в таком состоянии я где-то год, наверное, болталась, то есть просто. То есть тогда и мыслей не было, да, о олимпийских играх? Да и вообще такого даже не было. Я мастера спорта не могла выполнить. Ну, как бы, там двойное сальто через перерывнуться я тоже не могла. То есть просто перестала тренироваться, я боялась залезть на верхнюю жертву на брусьях, что для гимнастки, вообще, как бы, я на бремне боялась вообще какие-либо элементы делать. Так, что произошло? И родители приняли решение как-то так. Пришли вечером и сказали мне, как ты смотришь на то же, если мы уедем жить в Санкт-Петербург или в Москву? Я так на них посмотрела, говорю, не знаю, конечно, но это что-то интересное, что-то крутое. И они говорят, ну ты же понимаешь, что там не получится вот так вот прохлаждаться как ты ходишь на тренировки, ничего не делая. И меня это зацепило. Меня зацепило то, что, блин, прикольно попробовать что-то новое. То есть, ну мне уже настолько было неинтересно ходить в Валдиостоке в зал на тот момент. И что для меня это казалось что-то, ну, такое невероятное, что-то большое, недостижимое. То есть оттуда переехать в большой город, ну это расстояние там 10 тысяч километров, как бы. Не у каждого есть такая возможность. И я думаю, это классно. То есть не было никаких условий, переезжаем, если только ты тренируешься, это уже собственное желание. Просто, да, то есть как бы они меня спросили, ты будешь тренироваться, ты будешь там, ты хочешь тренироваться там, в большом городе, либо в Москве, либо в Питере. Я говорю, да, хочу. Все. На этом как бы вопрос был решен. И приняли решение поехать в Питер, потому что, наверное, было немножечко попроще, так как, ну, с того города, немножко страшно в Москву переезжать, большой город. У моих родителей ничего не было здесь абсолютно. То есть в Питере ни родственников, ни знакомых, вообще ничего. То есть мы ехали просто в никуда. У меня еще была младшая сестра и как бы родители просто ради нас и ради того, что есть здесь большая возможность развиваться дальше в плане спорта, в плане учебы дальнейшей. 2012 год, в 2012 год? На тот момент мне было 15. Вот. И мы собирались, наверное, полгода и в один день просто сели на машину и поехали в Санкт-Петербург. 9 тысяч километров. 11 тысяч получилось до Санкт-Петербурга. Проезжали, значит, через мою родину, Кузбасс, там трассы проходят. Да, я была в Ленск-Кузнецком тоже, когда маленькая была, мы ездили в Сибирь всегда на соревнования. Вот. Интересное было очень путешествие через всю Россию, такое прям незабываемое, мне кажется, вообще просто две недели ехать на машине, мы заезжали там в различные места, там на Байкале сутки проводили, то есть, ну, такие какие-то красивые места очень. Вообще, Россия очень красивая страна, когда вот именно так едешь. Вот. И в 15 лет я попадаю в Санкт-Петербург, где в новую спортивную школу, новые тренеры, новые люди, новая школа, что для меня вообще было. Это и мотивировало, да, немножко по-другому посмотреть. То есть, это вообще началась другая жизнь полностью, то есть, она перевернулась максимально. Я вообще в Делостоке, я боялась даже в класс постучаться, когда я пазлала и зайти. Я была вообще, вот в обществе мне было прям страшно что-то сделать. Я боялась, как я сейчас зайду в класс, на меня все смотреть будут. То есть, вот у меня всегда так было. То есть, я не была там каким-то, ну, таким открытым человеком именно в обществе. Хотя в зале, когда какие-то ситуации, ну, в тренировках происходили с тренером, я все время, ну, характер показывала. Да, показывала характер свой, не всегда правильно, и не всегда там, где нужно, и не в том русле. Как правило, у многих чемпионов с этим и есть проблемы. Да. Вот. Поэтому, когда я приехала в Питер, и все для меня было новое, конечно, для меня был, не знаю, какой-то азарт, наверное. Особенно в спортивном зале, когда я увидела условия для того, чтобы тренироваться. То есть, у нас на Дальнем Востоке вообще нет условий в зале, ну, в спортивном зале. То есть, нету батутов, нету поролоновых ям, куда мы обучаем элементы, куда тебе не страшно приземлиться. Я всегда очень сильно в Дальнем Востоке, когда тренировалась, я боялась что-то делать, потому что мы это делали вот, ну, на ковре. То есть, а когда у тебя есть перед тобой поролон, батут, и ты понимаешь, что туда можно там наголову приземляться, и как бы с тобой в принципе ничего не будет. То есть, именно вот это, это меня зацепило. Вся эта структура, возможности зала. Да, именно вот возможности вот эти. И у меня вот так просто глаза открылись, я такая, вау, просто, это же сюда можно все что угодно учить, и ничего не бояться. То есть, и меня просто вот, ну, просто понесло, можно сказать. И я прям с таким азартом, с таким желанием прибегала в этот зал, и это делается, ну, вообще прям, не знаю, вот по сей день, это как бы у меня это оставалось, этот вот азарт, несмотря на какие-то там трудности. Вот. Плюс, многие люди там говорили, что, да ты поедешь в большой город, ты ничего там не сможешь добиться, у тебя такой характер, вредный, да тебя там с этого зала вышвырнут с твоим характером, кому ты там нужна? Там таких способных детей, как ты, миллион. Вот. И, конечно, играла тоже роль, ну, доказать, наверное, доказать, что... Вызов, был? Да, то есть, я всегда, всю жизнь работала на том, чтобы доказать себе и доказать другим. Когда вот, ну, какой-то негатив я получала, да, то, что ты не сможешь, ты, ты там плохая, ты вредная, тебя там, это вообще не для тебя, и меня это всегда поднимало. Ну, вот, не всех же людей это поднимало. Да, не всех, многих давят. Угнетает. Да. И наоборот, возражает. Я тоже с этим сталкивалась, то, что и самооценка заниженная была в какой-то период, то есть, ну, я действительно боялась, если для меня... Но там где-то в глубине души все равно думаешь, я всем... Да, да, вот именно в глубине души ты не мог как бы проиграть самому себе просто издаться. Вот у меня такое было, и это меня всегда двигало. Поэтому, когда я... А откуда это? Просто в детстве или это появилось, когда-то? Ой, я вообще не знаю, на самом деле, откуда это. Наверное, мне кажется, с детства, и, не знаю, вот уезжая с Владивостока, вот был такой период, когда, ну, говорили, многие говорили, то, что, ну, это большой город, ты там что будешь делать, ну, как бы, со своим вредным характером, тебя ни один тренер нормально не возьмет. Ну, то есть, я же, ну, показывала свой характер, да, и не всегда это делала правильно. Естественно, тренер, ну, как бы, он не будет, там, сюсюкаться, как бы, если ты там выпендриваешься. Вот. Но когда я приехала в Питер, видимо, в связи с этим, с этим всем переворотом, у меня не было желания, там, как-то оно отвечает тренеру, что-то делать, ну, как бы, против идти. И так благодарность была за то, что все поменялось, за то, что вылезали. ну, вот, благодарность как-то родителям, и вот, именно желание появилось. А раз желание появилось, то ты находишь какой-то общий контакт с тренером, то есть, ты, ну, стригуешься, да, как бы, думаешь об одном. плюсы немного повзрослели, наверное. Да, ну, и все равно переезд, наверное, это новое общество, новые люди, очень сильно меняют людей. это действительно важный совет, на примере, или для многих родителей, если что-то, да, у ребенка не так, взять и все поменять разом. Это для него может быть рестартом, вот, как в вашем случае. Но, мне кажется, это еще пошло от родителей, может быть, этот их шаг, как-то меня на том уровне, то есть, ну, как-то подсознательным зацепил, потому что родители, сделав такое, они показали мне то, что ради какой-то цели можно бросить все и все перевернуть. То есть, у них там родители остались, у них осталась работа, которая, ну, как бы, там все уже, ну, столько лет, ну, как бы, жить, и у них, как бы, все было, и они просто поехали в никуда, ради детей. То есть, наверное, это был примером для меня, именно большим примером о том, как нужно двигаться, если ты чего-то хочешь. То есть, ты должен, ты можешь жертвовать, ну, всем, грубо говоря, ради своей цели. Ты должен отдаваться этому делу, если ты это решился. Вот, и потом уже повзрослев, через какой-то период, я начала осознавать, что сделали родители, вот уже, ну, ближе к 18 годам, наверное, осознавать, какой шаг они сделали ради меня в данном случае. И я понимала, что я не могу там как-то просто сдаться. Хотя у меня там были периоды, у меня болела спина настолько, что я, ну, то есть я полгода просто не тренировалась, потому что, ну, я не могла ничего делать. Реально не могла. И были желания уйти, как всегда, вот, ну, все, все, когда плохо, все, надо все заканчивать, ничего не помогает. вот, и всегда держала что-то, держала то, что не то, что я там должна как-то им или нет, а именно вот просто желание, желание сказать, как бы, родителям спасибо, именно доказав своим результатом, что они не зря это сделали. Были такие переломные моменты тоже в плане, когда не получалось, когда меня в 2013 году, кстати, за год, через год, как мы приехали, меня вызвали в сборную. То есть, очень быстро с КМС? Очень быстро. Я восстановилась, учитывая, что я не тренировалась год, я восстановилась за три месяца полностью, плюс я выучила новый элемент. Это уже мастерспорты были? Нет, еще на тот момент, я вот только-только приехала в Питер, то есть я за три месяца восстановилась, выучила новые элементы и поехала на первые свои соревнования. Уже в команде Санкт-Петербурга меня взяли. А, сборную Санкт-Петербургу. Да, потому что я прошла отборочный, ну, у нас в Санкт-Петербурге и попала в команду. Просто. И меня взяли на чемпионат России уступать и все, я сразу на первом чемпионате России выполнила мастер спорта. Вот. И меня вызвали в сборную через год. Я там пробыла недолго. Потом меня оттуда выгнали просто. Вот. Буквально, наверное, год я там была где-то. Были соревнования какие-то. Даже я была в команде, мы ездили в Бразилию. И мы выиграли. Вот. Но в какой-то момент меня просто перестали вызывать. И все. И я вернулась, как бы, в прежнюю жизнь. Ну, как бы, в школу, опять в тренировки. И думаю, так, что-то странное здесь. Почему меня не вызывают? И загорелось желанием опять попасть в сборную. То есть, меня не вносили в списки на тот момент, я была в резерве. Но у меня появилось желание попасть в сборную. Почему, почему меня выгнали? Почему меня не вызывают? Что это такое? Я опять хочу туда. Вот. И я начинала, начала готовиться. А у нас в основном такие важные старты. Это чемпионат России и Кубок России, на которых приезжает вся сборная, старшие тренеры, которые смотрят тебя, и где ты должен показывать результат. То есть, если ты показываешь результат, если ты на пьедестале, тебя могут вызвать в сборную. Вот. И на тот момент я выступала за команды Санкт-Петербурга. Мы, в принципе, были в призах. Ну, практически всегда. В команде? Да, именно командой. Вот. Но я понимала, что для того, чтобы меня снова вызвали в сборную, мне нужно показать какой-то личный результат. То есть, ну, какое-то место занять именно призовое. Вот. И я начинала готовиться, готовилась. На тот момент я считала, что я готовлюсь хорошо. И когда приходили соревнования, я либо попадала там в финал, и в финале там было... Ну, 8 человек в финале у нас в финал попадает. И я в финале была либо восьмая, либо седьмая. Потом я опять готовилась полгода, приезжала опять на чемпионат России. Потом я там была пятая в финале. Потом я опять готовилась полгода, приезжала опять на этот чемпионат России. Потом у меня вообще не получилось даже в финал отобраться, восьмерку. Вот, и это все длилось на протяжении двух лет. То есть я готовила из-за... То есть после каждого такого плохого чемпионата России у меня была истерика, что я не хочу, что я не могу, что я пора заканчивать. Наверное, мне просто не судьба уже. Ну, все, мне уже на тот момент было 18, наверное. И, ну, как бы уже думаю, блин, наверное, уже все. Ну, раз не идет. Вот, и решила там, спустя два года, думаю, ладно, еще одни соревнования. Ну, просто уже, просто ладно, попробую еще раз, хотя я уже просто не могла. И опять начала так же отдаваться, так же готовиться сильно. И так случилось, что в финале я выиграла. Это был как раз 2016 год. Девочки готовились с мальчиками на Олимпиаду в Рио как раз. И мне удалось выиграть больные упражнения на Кубке России, после чего меня вызывают на сбор. Вызывают причем на сбор, который прям трехнедельный перед отъездом на Олимпийские игры. А я человек, который готовился, ну, в Санкт-Петербурге, дома, с тренером. И меня вызывают на сбор сразу, просто предолимпийский. А там, ну, нагрузка бешеная. Ну, а ты предполагала, что на Олимпиаду тогда можно попасть? Я не думаю, что там прям предполагалось, что меня возьмут. Для меня эта нагрузка оказалась очень такая серьезная. На тот момент я была на этом сборе. Вывела на новый уровень? Да, три недели. Причем это был, ну, не просто там сбор, да, этот сборный, а именно вот просто предолимпийский. Я попала в эту обойму, когда вот этот весь накал, накал страстей предолимпиады, когда уже девочки там какое-то большое количество времени готовятся. И я окунулась в это с головой и подумала просто офигеть, какое-то сложно. То есть, ну, я была просто психологически даже не готова к такому. К такому то, что вот именно такие тренировки, такие нагрузки. Вот чувствуется прям накал, вот, ну, сборный, то есть когда такая подготовка идет, ну, чувствуется вот эта атмосфера такая прям, ну, серьезная. Все нервные, стучные. Да, конечно. Потому что все долго готовились, и я тут такая прилетела и просто сразу вот в это все обойму. Вот. Все. Потом, в общем, девочки уехали на Олимпийские игры. Я уехала домой, смотрела Олимпийские игры. Мы поехали на сборы с Санкт-Петербургом, и мы смотрели Олимпийские игры все вместе. Было так уже интересно смотреть. Я когда смотрела в 2012 году Олимпиаду, кстати, когда мы ехали прям на машине в Питере, я смотрела в 2012 Олимпиаду, и для меня это казалось что-то, ну, вообще невероятное. Ну, то есть прям вообще вау. В 2016 году я уже смотрела по-другому, потому что я видела, как готовились девочки. То есть я понимаю, как они тренировались, какие у них там сложности, что у них не получалось. Их знаете, их всех. Да, и когда я смотрела, ну, уже Олимпиаду в 2016 году, я уже по-другому воспринимала все. И вот после Олимпиады в Рио у меня появилось желание именно вот сборной, не просто приехать в сборную для галочки, что вот я в сборную. А именно появилось желание выступать на крупных международных стартах. Вот. И после этого, когда они вернулись в Рио-де-Жанейро, начали сборы, тогда на тот момент я тренировалась еще у питерских тренеров. Яченко Тамара Николаевна и Гавриченко Виктора Николаевича. Они заслуженные тренеры России тоже. Вот. Они, конечно, меня просто с Владивостока, можно сказать, на тот момент с нуля, ну как бы, да. Ну, то есть, естественно, у меня был какой-то уровень там десятилетней, десятилетней моей подготовки, которая была в Владивостоке. Там и тренер тоже меня, ну, много вкладывал. И, приехав в Питер, они мне дали очень такую тоже большую базу и опыт, понимание вообще гимнастики по-другому. Не так, как там, на Дальнем Востоке, вообще по-другому. А в двух словах что им? Даже… Что важно в гимнастике вообще? Техника, техника элементов, отношение к гимнастике в целом. Ну, вот это расшифруйте. В Владивостоке, я не знаю, я когда тренировалась, у меня, не знаю, не было какой-то, наверное, любви к гимнастике. Ну, вот вообще ничего такого. А за что вы сейчас полюбили гимнастику? Сейчас за многое полюбила. Слишком много она мне в жизни дала. Вот именно характера, двигаться вот даже по жизни. Думаете, с характером не рождаются, он формируется? Однозначно формируется. Может быть, есть какие-то, ну, предрасположенность характера какого-то там, более стойкого, более такого. Но я верю в то, что человек, ну, он меняется. То есть в связи с какими-то ситуациями, если человек этого хочет, то я всегда хотела измениться в лучшую сторону. То есть мне прям всегда, я там где-то в своих даже дневниках, на петраточках писала, что я хочу стать лучше. То есть, ну, все время, то есть, ну, начать что-то новое, как-то по-новому воспринимать жизнь. То есть не так, как я сейчас, потому что я понимала, но что-то не то. Мне не нравится, хочу по-другому. И вот я всегда росла, то есть, ну, сама с собой как в связи с какими-то ситуациями. Я взрослела и понимала. То есть всегда анализировала, что происходит. Вот. Поэтому человеку свойственно меняться, если он этого хочет, я считаю. И спорт отличный инструмент для этого. Спорт – это номер один инструмент для этого. Ничего, мне кажется, как спорт в жизни не закаляет. И вот сейчас даже в жизни уже, после алимпиады, да, вот, ну, так вот, какие-то ситуации, мне спорт помогает везде, во всех сферах. То есть куда мне… Да, сейчас вы имеете в виду то, что вы олимпийская чемпионка. Это помогает? Или спорт как бэкграунд, который укрепил понимание жизни? Да, именно вот это. Отношения. Точно не результат. Ну, как бы, результат – это все круто, это все хорошо, но формирует личность именно вот этот путь. Путь? Путь, который ты шел. Вот именно он. Преодоление. Именно благодаря вот этот, вот тот путь, который я прошла, я могу сейчас во многих ситуациях, как бы, взять себя в руки и делать то, что нужно. И не всегда то, что хочется. Как вы считаете, многие спортсмены не делают то, что им хочется, потому что очень много ограничений, да, режим, протокол. Да, конечно. Соответственно, все-таки спорт накладывает тоже и побочный эффект, что не дает саморазвиваться в других сферах. Ну, я не говорю конкретно о вас, да, вообще. В принципе, может быть, если бы не столь интенсивные, да, такие ответственные занятия спортом, просто чуть-чуть другой уровень, может быть, это было бы какое-то более глубокое погружение в какие-то другие сферы. Да, да. Ну, это тоже влияет однозначно. Потому что сейчас, когда я уже, ну, в данный момент не тренируюсь, да, так сильно и не нахожусь постоянно на сборах, конечно, у меня открываются глаза на эту жизнь, и я понимаю, что, ну, вообще есть, ну, что-то другое, кроме гимнастики. То есть, ну, это интересно с одной стороны, а с другой стороны, я много чего не знаю, что знают люди в моем возрасте, допустим. У вас еще все впереди. Каких-то вещей, да. Вы достаточно молоды, и сейчас, в принципе, можете заняться абсолютно развитием любой сферы, имея уже, в принципе, за плечами такой путь, опыт и самое, наверное, недостижимое для большинства олимпийском. Да, это, конечно, помогает двигаться дальше однозначно. Все, и результат, и сформированный какой-то внутренний стержень, все это в кучу. В совокупности, да. Это прям помогает очень сильно. Ну, вот мы интересно услышали путь английской чемпионки со всеми отказами, да, со всеми препятствиями и с ролью родителей. Да. Ну, родители, кстати, играют очень большую роль именно в формировании вот личности у ребенка. Ну, родители, мне кажется, не должны никогда, ну, забивать на то, что там у ребенка, ну, не получается, ну, ладно, иди там, попробуй что-нибудь другое. Мне кажется, всегда, ну, то есть нужно дать ребенку возможность преодолеть эти трудности, помочь ему преодолеть какие-то ситуации. Даже если он не станет великим, там, спортсменом или, там, ну, в любой сфере, да, каким-то великим, но он пройдет эту трудность, и он станет уже на ступень выше, то есть он будет понимать, что нужно преодолевать что-то, чтобы чего-то добиться. То есть тут даже не главный и конечный результат. Ведь очень много спортсменов, которые не дошли по там, ну, по разным обстоятельствам, либо травма, либо еще что-то. Вот у нас в гимнастике, я понимаю, что одно неловкое приземление, одна секунда, и все, и ты вылетаешь из команды, и ты не будешь там. То есть просто так вот по щелчку все происходит, и никто от этого не застрахован абсолютно. То есть поэтому тут вот именно даже, ну, мне кажется, не так важен именно сам результат. Он, конечно, важен, это все, ну, в совокупности ты потом понимаешь, почему это произошло, и почему… Ну, не только ради результата можно тренироваться и выступать в соревнованиях. Не только ради результата, однозначно. Ради именно вот этого становления, наверное. Мы эту тему немножко разбирали. Даже мне говорят, зачем ты выступаешь? Допустим, на данных соревнованиях, какая-нибудь ультрагонка, где есть атлеты, которые профессионалы, которые выступают в совершенно другом уровне. И тяжело некоторым людям объяснить, что это не является основной целью, да, победы, безусловно, ограничений. Ну да, это есть такое, да, то что люди, к сожалению, не всегда понимают. Зачем ты на это тратишь время? Зачем ты выступаешь? Зачем ты это делаешь? Какие соревнования? Там еще и затраты. Какие ты на свои несешь? Ты чего тебе за это платят? Ну, понимаем, да, что… Да. Совершенно да. Разные вещи могут быть, как профит, да, выгода от всех этих… Да. Немножко тогда о физических аспектах, конкретно питания. Как вы относитесь к биологически активным добавкам? Что-то рабочее вы рекомендуете, может быть? И если мы интенсивно тренируемся, то нужно ли употреблять что-то дополнительное? Я скажу так, что, наверное, какие-то там определенные БАДы мы никогда не употребляли, так как у нас список запрещенных веществ достаточно большой, и все лекарства, которые мы употребляем, все это проходит через нашу антидопинговую систему, через нашего врача, который нам говорит, можно или нельзя. Вот. Но всегда на спортбазе мы, помимо восстановления тела, да, мы тоже принимали какие-то такие просто вспомогательные витамины, да, которые разрешены… Спортивные витамины? Да, разрешены именно там нашей гимнастике и вообще в целом спорте именно антидопинговой системой, вот. И… В принципе, на регулярной основе, да? Да. То есть это все равно помогает организму, когда у тебя нагрузки большие восстанавливаются в любом случае. Вот. Поэтому как-то конкретное что-то я посоветовать не могу, потому что я в этом… Не нужен… В общем, ваши отношения… Специалист, да, но если этот… Если человек прописывает… Если врач прописывает это, то я думаю, что в целом можно. Опять же, если это профессиональный спортсмен… Ну… Все индивидуально. То это как бы все через сборную, и там как бы врач, ну, тоже как бы тебе советует, что можно, что нельзя, и ты в любом случае несешь ответственность за то, что ты принимаешь, то есть как бы, чтобы ничего лишнего и запрещенного не пал в свой организм. А что касается любительского спорта, я считаю, что почему бы и не помогать организму? То есть, ну, в какой-то период, если ты там тренируешься как-то или хочешь в психи какой-то форме, естественно, чтобы это не было перед какой-то дозировкой, и чтобы, ну, как бы это было тоже обговорено с каким-то специалистом, чтобы, ну, не повлияло просто плохо. У вас в гимнастике есть такой протокол, как белково-углеводная разгрузка, загрузка? Нет. Какие принципы питания тогда во время высоких нагрузок, во время восстановления? У нас, скажем так, нет какого-то четкого, да, прям, именно как к питанию отношения, да, что можно, что нельзя. Нам просто советовали, что можно кушать там. То есть, например, макароны перед соревнованиями, ну, хорошо, потому что быстрый углевод, и это все переходит, да, как бы, в энергию, и ты это в любом случае тратишь. Вот. У нас всегда как-то была задача именно держать вес, чтобы он у тебя не рос. Вот перед соревнованиями иногда даже чуть-чуть сбрасывали, то есть, там, меньше кушали или кушали, ну, убирали там мучное, сладкое, ну, то есть, вот, все такое. И, в принципе, у нас на спортивной базе была какая-то вся возможность, да, то есть, там, питаться. Разнообразно. Да, разнообразно, и едой, которая не несет никаких там вредных последствий. Ну, вот отличие. У профессионального спортсмена, конечно, больше возможности и сон дневной организовать себе, и двойную тренировку, и массаж. Да, конечно. То есть, создаются все условия для достижения результата профессионального спортсмена. Вот. Как любитель, наверное, мне тяжело чуть-чуть говорить. Просто уже с другой стороны. Это вообще другой мир, и там, мне кажется, все по-другому. Вот. Даже вот в плане питания, и я думаю, что есть же, правильно, люди, которые обучены этому, и которые могут подсказать, как тебе лучше питаться. И интересно, почему ваш опыт интересен? Потому что вы, как представитель профессиональных атлетов, вывели свой организм на максимальный ресурс, да, перед Олимпиадой, и воспользовались этим ресурсом. Соответственно, интересно, что на этом пути для вас однозначно сработало, а что нет? Даже не знаю. Именно физической? Или вообще в целом? Да, в целом, конечно, речь идет. Следующий мой вопрос был, да, о психологическом настрое, о том, какой распорядок дня обеспечивает этот настрой, концентрацию. Ну, психологически я могу сказать, что для меня это было очень важно, потому что мой отбор именно в олимпийскую команду был, ну, достаточно таким сложным, потому что, как оказалось, было много людей, которые, ну, не очень хотели, чтобы я поехала. Было достаточное количество людей, которые хотели, чтобы я поехала, и желающих поехать, естественно. Ещё больше, чем все, 5 вместе. Естественно много, потому что 4 человека от страны, и каждый понимает, что ему нужно укладываться на максимум. Вот, поэтому для меня было именно важно психологически удержать вот этот баланс, чтобы психологически именно не выдохнуться. Что помогло удержать этот баланс? Наверное, тренер мой, который всегда был рядом. То есть тренер как психолог поддерживал? Тренер, родители и самые близкие друзья, которые, ну, были мы на связи всегда. Тренер, который 24 на 7 со мной находился. Вот, это Киришова Веройсина, которая со мной прошла вот именно этот путь весь 2016 года до Олимпийских игр. То есть весь цикл, 5 лет мы с ней проработали. Вот, и очень-очень многое нам пришлось пройти, что тоже, скажем так, на этом мы смогли удержаться перед Олимпийскими играми, потому что было очень много всяких факторов, ситуаций, которые могли сбить. Для меня даже помимо того, что выполняли физическую нагрузку большую, было важно удержаться психологически. Хотя я могу сказать, что было очень трудно. Не волноваться, не переживать. Ну, вообще именно, вот это вот именно весь отбор. Весь отбор, весь этот процесс. Всегда на волоске, да? Всегда, всегда. Потому что я попадала в команду не первым номером. И, то есть, вот у меня вот был четвертый, пятый. То есть попаду, не попаду. То есть это вот было настолько. И для меня было очень важно держать именно психологический баланс, чтобы сделать на контрольных тренировках, на соревнованиях именно то, что позволит мне отобраться в команду. То есть выйти и выполнить свою программу без ошибок. Вот. На протяжении там нескольких таких вот у нас было много контрольных тренировок. Вот. И это нужно было все как бы подвести себя к этому. Ну, то есть никаких, соответственно, развлечений, ничего лишнего в течение дня? Я убрала все, но мне не хватало сил ни на что. Я просто приходила и варилась спать, потому что, ну, я... У меня не было просто вариантов да что-то другое делать. Хуже еще было, когда я уже не могла спать. То есть сон, то есть я просто от перенагрузки психологической и физической, я просто уже не могла спать. То есть, ну, у меня организм, то есть, ну, у кого-то просто врубается, когда он устает. У кого-то наоборот. А у кого-то наоборот. То есть, ну, у меня было очень тяжело спать. А можно пользоваться снотворным? Какие? Которые разрешены? Да. Но я не пила. Ну, просто сон это же архиважно. Да, но просто снотворное должно быть такое, чтобы ты утром встал, и ты был не такой, не такой. Чтобы оно вышло полностью. Да, то есть. Вот. Ну, я, честно говоря, не пила ничего. Почему-то не хотелось ничего. То есть, ну, воспринимала вот так, как есть. Вот организм сейчас так дает, ну все, значит так. Хотя было тренироваться еще в 300 раз тяжелее, когда с утра просыпаешься. Ну, просто никакой. А у тебя тренировка, а есть ли еще контрольная тренировка, к которой тебе нужно подойти. То есть, ну, спасибо тренеру, который был рядом. Говорил, что делать. Веройсина, да, она меня прям вообще вела, прям, что делать, как надо. Она методологией тоже владеет вообще. Наверное, каждый тренер заслуженный уже имеет какую-то. То есть, мои тренеры в данном случае, да, там, вот, как перед Олимпийским игром, Киришова, они, у них, и предыдущие тренеры тоже, у них у всех были дети, у которых выступали на Олимпийских играх. Вот. Вот, у моих тренеров, которые меня вот именно к Олимпийским играм вели, у них было достаточно много девочек, которые становились призерами Олимпийских игр. Никогда не было, конечно, чемпионов Олимпийских игр. Вот. Я оказалась первым. Хотя у них стаж, там, пятьдесят лет работы. Пятьдесят лет. И они, они знают гимнастику от и до. Они знают каждого ребенка, что у него в голове. То есть, они понимают, они работают с тобой, они видят все. И со стороны, и знают, в какой момент, где надавить, где чуть-чуть отпустить, где как-то, ну, поддержать, где наоборот. Вот. И, конечно, это сыграло большую роль. И у нас была просто одна цель. То есть, если, допустим, на Дальнем Востоке мы не могли с тренером, да, вот этот коннект найти какой-то. То именно перед Олимпийскими играми с Веройстом мы нашли вот этот вот контакт. То есть, было сложно. Очень много факторов, которые влияли на наши нервы. Мы там тоже могли все это и психи, и нервы, это все такое все равно накал. Но мы шли к одной цели. У нас была одна общая цель. Которой мы шли. С ней вдвоем. Вот. Также была, ну, цель большая именно, ну, страны, да. То есть, мы должны выйти той командой, которая сможет бороться за первое место. Да. Ну, за призовые. Интересная глубокая мысль. Она, в принципе, актуальна для всех ребят, которые слушают, и которые далеко не на вашем уровне, но как важно с тренером иметь общую цель. И как важно, в принципе, иметь тренера, потому что многие без тренера допускают тысячу ошибок. И я тут один из тех же. Но если мы с тренером, то действительно ведь так важно, чтобы у него эта цель тоже была. Да. С любителями сложнее. В основном тренер не рассчитывает на какие-то результаты, если он не мотивирован, да, там, своими премиями каким-то за результат. Тут надо подумать, да. В системе любительского спорта тоже премирование за результаты. Ну, кстати, что касаемо премии, не знаю. Я уже… Ну, я понимаю, что это не только премии. Я просто образно… Ну, то, что это… Я даже не про финансовую. Даже то, что твой все-таки воспитанник за 50 лет хотя бы кто-то добился, да, золотой медаль и ты являешься тренером. Это же очень много значит. Конечно. Но… Не знаю, наверное, просто тут совпало именно вот какое-то… Мне помогло то, что я немножко поздно дошла, ну, головой. То есть именно попала в сборную поздно. И я понимала уже, в принципе, для чего я здесь, что я делала. То есть когда дети попадают вот в период… На Олимпийские игры там ребенок 16 лет может попадать. И если бы я в свои 16 попала бы, я не уверена, что я смогла бы пройти этот путь, потому что там в 15 лет я… у меня вот все вот так было. То есть я с тренером, ну, вообще, то есть у нас были вообще разные, мне кажется, мировоззрения какие-то, то есть, ну, на тот момент. И только повзрослев, я вот смогла все сопоставить и понять. И именно поэтому мы сошлись с тренером в одно как бы такое целое и смогли именно вот сделать одно дело, что, к сожалению, не удается всем девочкам, которые попадают в сборную вот именно рано. Поэтому я даже благодарна, что вот у меня какой-то такой период произошел, что вот я поздно попала в сборную. Видите, очень часто, да, и отличается подход. Некоторые системы в разных видах спорта выжимают и как можно быстрее, да, так сказать, настроены на то, что как можно быстрее атлета вывести на уровень. А в других некоторых странах, там, наоборот, их, как сказать, в некоторых видах спорта откладывают, придерживают, чтобы они потом были непросто мотивированы. Ну, вот у нас вместе, не знаю, у нас из-за того, что очень ранний вид спорта, это чаще всего ты тренируешь, то есть у тебя ребенок с детства уже, то есть, ну, как бы должен быть обкручен, должен много чего уметь именно, ну, в плане гимнастики элементы, это огромный запас элементов у него должен быть, то есть это как бы без этого никак. И даже не знаю, плюс это или минус, потому что иногда дети вырастают вот в пубертатный период, и они просто приходят и говорят, я не хочу. А тренер в тебя десять лет вложил, а ты стоишь и говоришь, я не хочу. Ну, точно так же, как и я в Владилостоке, я не хотела. То есть я просто там через десять лет, я просто, ну, мне не интересно это. Ну, то есть как бы, ну, все, не было никакого желания. То есть и тут так же бывает, то есть когда ребенок уже на уровне в этом возрасте, и он просто может в один момент сказать, а я не хочу. И что тут родители, подготавливать беседами? Ну, вот. Понимание этого. Да, нужно как-то. Ну, что-то менять. Либо как-то подвести ребенка. Ну, тут вот, тут не знаешь, как поведет себя вот этот вот юношеский такой организм, который, и всех, видите, он по-разному проходит тоже, в зависимости от воспитания, от коллектива, который тебя окружает. Вот, поэтому, не знаю. Возможно, на тот период в Владивостоке у меня там в окружении были те, которые меня как бы тянули оттуда. Здорово, что сложилось все так сложилось. Нет, это сколько лет. Только оглянувшись назад, мы можем. Да, 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 можно понять. Поэтому очень здорово, что в моей жизни оказались так рядом нужные люди в нужный момент. Что помогает непосредственно в день соревнований абстрагироваться, сосредоточиться? Есть какие-то свои личные советы для ребят, которые выступают, которые более молодые, может быть, любители? Ну, для каждого свой старт, да, он имеет определенную ответственность. Ну, да. Вообще, во время тренировок, кстати, один, наверное, такой из лайфхаков для меня, мне кажется, это когда ты тренируешься, очень важно уходить с тренировки голодным. То есть, не… Перетренировать. Перетренировать. Ну, то есть, перетренировать, перетренировать, чтобы ее не было. Потому что, когда ты прям очень много, тебя прям аж тошнит, и ты выползаешь из этого зала. То есть, на следующий день тебе уже не так будет хотеться идти туда. Так, и как вы этого достигли? Потому что, в вашем случае, подготовительный период, я думаю, тоже было не до чего. Да, но вот Веройс на Киришова всегда говорила мне то, что нужно чуть-чуть вот, ну, оставлять вот это вот, ну, не знаю, какое-то голодное состояние, что ты можешь еще как будто бы сделать, как будто ты вот можешь еще. То есть, не нужно себя там какими-то изнемогать изнурительными, да, такими тренировками. Лучше меньше, чем лучше. Нужно меньше, но качественнее. То есть, не так, чтобы прям, опять же, это у нас в спортивной гимнастике. У нас очень важно именно вложиться в определенное количество подходов и сделать нужную работу. То есть, не тысячу подходов там пытаться делать, а именно за там три подхода суметь там сделать комбинацию так, как надо сделать. Или, потому что у нас в стране один подход. Ты должен уметь в нужный момент именно вот сейчас взять, собраться и сделать одну комбинацию. Не тысячу подходов. У тебя не будет на стране там тысячу подходов. Поэтому у нас всегда было с тренером условия такие, то есть, если ты сейчас подходишь и делаешь это первый раз так, как нужно, то все как бы. Ну, вот интересный мотивация. То есть, да, для тебя, то есть, если ты не хочешь сейчас сидеть тут час на одном снаряде, на этом бревне час подходить и делать, давай подойди мне, сделай один раз так, как нужно. Вот как на соревнованиях, у тебя один подход. То есть, если ты выложишься и делаешь его на максимум, то все как бы. Наверное, это не про бег. Ну, я просто экстраполирую эту идею. Наверное, да, это не про бег, это про гимнастику. Вот, поэтому тут как бы я могу сказать. Экстраполируй на разные виды спорта, потому что у нас там ребята в основном, ну, как самый доступный вид спорта, это бег для любителей. Ну, я думаю, что тоже не очень правильно, если ты захотел бегать, взял, побежал и бежишь, пока не упадешь, грубо говоря. А на соревнованиях, что помогало? Не знаю, у нас просто очень сильно важна именно концентрация и абстрагироваться от происходящего вокруг. Я смотрел как-то в фильме, ну, очень много аудитории вокруг или люди всегда отвлекают, и концентрация падает. Представляешь, что никого нет, ты вот наедине со снарядом, так было в фильме. В вашем случае это как? Да, это именно так работает. То есть, если ты выходишь на бревно, которое десять сантиметров, тебе не должно ничего вообще отвлекать. А как у вас это получается? Наверное, только опытом. Только опытом, выходя каждый раз на соревнования и пытаясь это сделать. Другого пути, к сожалению, я не вижу. Только опыт. То есть, именно большое количество соревнований, стартов, выходов из зоны комфорта. То есть, ну, когда ты вот стоишь, тут все на тебя смотрят, и тебе нужно подойти и сделать. А для тебя только ты и бревно. Да, и твоя задача, то есть, как бы, не вестись там на свой мандраж, на свои нервы. То есть, у меня, когда был отбор на Олимпийские игры, был такой момент, когда у меня была комбинация на бревне, и я понимала то, что мне нельзя ошибаться. Ну, то есть, просто нельзя ошибаться. А ты выходишь, и у тебя полторы минуты длится комбинация, и на этом бревне, ну, то есть, ну, всегда, то есть, бревно, ты не можешь предуссказать, то есть, там, упадешь ты или встанешь. Это такое, насколько говорится, бревно, но и в Африке бревно. Ну, ты не знаешь, когда тебя скинет. Ну, то есть, ты, вроде бы, делаешь все правильно, вроде продумано, но что-то раз где-то, руку буквально чуть-чуть опустил, все, ты уже на полу. То есть, ты даже не успеваешь санитироваться. То есть, если ты прыгаешь на ковре, ты, как бы, можешь, там, чуть-чуть шаг сделать, да, как-то, ну, все это сбалансировать. Допустить какую-то маленькую ошибку, но не падение. Вот, там, на брусьях на тех же ты тоже, то есть, как бы, бывают ситуации, когда ты можешь из комбинации, то есть, как-то, ну, обыграть и выкрутиться, там, пусть ты потеряешь немножечко, там, да, каких-то, ну, баллов за то, что у тебя, там, не получилось так, как нужно, но ты не допустишь грубую ошибку. Самая грубая в гимнастике — это падение. Вот, то на бревне, к сожалению, если ты, там, допускаешь именно в исполнении, в технике ошибку, ты, ну, уже не можешь спасти ситуацию. И тут, вот, именно важно, важно научиться успокаиваться, да, и абстрагироваться, но я считаю, что только опытом можно это сделать. Понятно. Только проходя такие ситуации, ты можешь... Вырабатывать этот иммунитет, да, после раздражающих факторов. Только так, потому что по-другому. Я, когда первый раз выходила на помост, у меня просто вот так были глаза, и я везде смотрела, я видела все, там, 7 тысяч зрителей, которые сидели до потолка. Мне казалось, что я, там, маленькая букашка, которая сейчас будет на ковре что-то делать, прыгать, и это очень сильно отбивает. Интересная мысль, что вы сказали, что характер точно, да, формируется и меняется ввиду образа жизни, спортивных достижений, нагрузок, преодолений. Но, получается, прав ли я, что и стрессоустойчивость тоже появляется, тоже вырабатывается ввиду большого количества соревнований? Конечно. Однозначно. Стрессоустойчивость 100%. То есть даже какие-то ситуации, вот у меня были, когда раньше мне там можно было легко вывести себя, ну, как спортсмена, да, то есть там какая-то ситуация на тренировке, чтобы меня там довести до истерики, то есть, ну, можно было так. То есть он просто что-то сказал, и я сразу все, там, меня это цепляло. Тренировку сразу сорвало. Да, то есть и срывались тренировки очень много, и я с психами уходила, собирала вещи, и все. То сейчас уже перед Олимпийскими играми, то есть у меня было очень тяжело вывести себя, хотя было достаточно людей, которые пытались это сделать. Серьезно? Именно внешними факторами. Прямо конкретно? Внешними факторами. Чтобы исключить вас из гонки за попадание? Да. То есть это было, ну, не только касаемо в зале ситуации. Это в жизни было. То есть, ну, как бы, это не делали девочки, с которыми я тренировалась. То есть, ну, это там делали там через социальные сети, могли, то есть, могли как-то просто какое-то слово тебе сказать, что-то попытаться тебя как-то задеть или сказать там, ну. То есть, ну, такие вот ситуации, и ты к ним относишься абсолютно спокойно, и ты даже, ты просто делаешь свое дело, и тебе вообще параллельно что про тебя говорят. То есть, ну, вот, ты доходишь в итоге в такое состояние, что тебе все равно, все равно, что говорят другие абсолютно. То есть, ну, хотя я очень сильно зависима от мнения других людей вообще по жизни. Для меня очень важно, как обо мне подумают, как на меня посмотрят со стороны. Но именно спорт научил меня именно выбирать то, что вот если я чего-то хочу, то я это делаю. И уже на втором плане будет как бы мнение людей. Я могу посоветоваться там с людьми, которые близки для меня. Друзья, там, семья, тренер, учитель, да. А как бы дальше, ну, я вот, все, этот круг замыкается, и как бы дальше мне ничем мнения вообще не интересует. Для родителей, которые слушают нас, вы сказали, что для девочек не рекомендовали бы, потому что очень травмоопасно, для мальчиков рекомендовали бы. И вы бы хотели, да, чтобы ваш ребенок занимался в спортивной гимнастике? Ну, думаю, да. Я не могу сказать, что я не рекомендую для девочек. То есть в любом случае спортивная гимнастика – это тот вид спорта, который формирует базу для всех видов спорта. То есть это гимнастика. То есть если там ребенок, любой девочка, мальчик, неважно, он пошел в гимнастику на начальном этапе, первые года два, это формирует все. То есть физический, да, полностью корсет там, формирует дисциплину. То есть, ну, прям все, гимнастика дается на начальном этапе, прям все. И после этого, если ребенок там не хочет или вы хотите другой вид спорта, вы можете в любой вид спорта, с гимнастикой отдать ребенка, и он там не будет. Со скольки лет лучше, если начинаешь заниматься в спортивной гимнастике, в какой-то период, поздно, не поздно? Ну, обычно это пять лет. Пять лет самые оптимальные, потому что три-четыре года еще рано, а шесть-семь уже поздно. Для гимнастики поздно? Да, для гимнастики. В основном пять лет. Есть у нас такие, которые пришли там в три года и там потихонечку там бегали, прыгали. Но в основном ребенок в пять лет уже начинает понимать, что нужно слушать тренера и как бы уже адекватно. А человек должен, то есть ребенок должен обладать каким-то особым телосложением? Для гимнастики? Да, для гимнастики. Для гимнастики? Да, если... Тут уже разные дети, есть такие крепыши, есть немножко мягкие для больших художественных гимнастиков. То есть гимнастика как раз это и формирует, то есть гимнастика вообще для всех детей, абсолютно для всех неважно, крепкий он там, высокий, низкий. На начальном этапе гимнастика самая лучшая база вообще. А если с перспективой на результат? Если заглянуться на перспективу, то, наверное, ребенок должен быть физически крепеньким и чтобы у него была какая-то, ну, сила, то есть чтобы он там мог там на палке висеть, допустим. Ну, там как-то, да, вот просто даже висеть на сках детей проверяют. Как он прыгает просто на полу, насколько высоко он может подпрыгнуть. То есть как он висит на палочке, то есть насколько у него руки вот просто держат, там не говорю, там подтягиваются в 5 лет. Вот, ну, просто даже висеть. Вот, и на гибкость. Сколько должен провисеть? Складочку там. Ну, 10 секунд хотя бы. Хотя бы. Ну, 10 секунд достаточно будет, я думаю, для начального этапа. И прыгнуть на полметра? Да, ну, на полметра. Все будут проверять, я думаю, своих детей сейчас. Просто если ребенок прыгучий, если ребенок активный, вот даже дома, если он вот бегает везде, все что-то делает, там, разносит, то это прям можно, мне кажется, смело в гимнастику, особенно если это мальчики. Да и девочки тоже. Гимнастика, она чуть учит дисциплины, и ребенок может... Да любой спорт учит дисциплину. Да, согласна, но именно гимнастика, мне кажется, вот, ну, как база. Вообще все, все виды спорта начинались с гимнастики, если в историю окунуться. Ну, это УФП, да? Так, скажем, турнир, груча. Нечистые упражнения, да, какое-то УФП, все начиналось с гимнастики всегда. Вот, поэтому мне кажется, что гимнастика вообще очень классная, особенно в начальном этапе для детей. Очень много формирует хороших навыков. А получается, спортивная гимнастика, это тоже растяжки? Или это больше силовые? У нас нужна растяжка, так как у нас тоже есть прыжки в шпагат и хореографии, все. Но она, у нас растяжка не настолько сильно развита, как у художественной гимнастики, если в сравнении. Ну, конечно. То есть, в художественной гимнастике там прям, ну, запредельно уже шпагаты. Да, такие прям несвойственные, наверное, мне кажется, человеку. То есть, там прям запредельно уже какая-то растяжка, гибкость. Вот, у нас в гимнастике тоже, то есть, как бы, если ребенок ложится в складку, то это хорошо уже. В складку это просто... Ну, сидя на полу, на попе, ноги вместе там. Голову может дотянуть. Ну, до носочек руками там дотянуться хотя бы. То есть, как бы, ну, все равно тренер занимается растяжкой. То есть, ну, в основном, наверное, больше все-таки, мне кажется, физическая сила плюс растяжка. Если это вместе, это вообще шикарно будет гимнастом. Будет еще олимпийский чемпион, возможно. Да, тогда вообще шикарно. Родителям очень важно поддерживать, направлять и в переломные моменты все-таки не дать сойти с пути. Да, это очень важно. И еще важно не давить ребенка, не заставляя, там, ты должен-должен, там, стать великим спортсменом. Нужно именно так, мне кажется... Подсвечивать. Объяснять ребенку, что... Чтобы он... чтобы у него желание было. От него должны идти желание. Не от родителей, а от ребенка. А как это? Ну, по-конкретнее. Просто показывать, заинтересовывать, но не говорить, что ты должен. Ну, то, что должен, это вообще для меня, мне кажется, это вообще... Мне когда говорили, что ты должна делать там что-то, у меня сразу обратная реакция была. То есть, ну, почему я должна? Ну, наверное, это... Если у родителей есть возможность, сейчас проходит очень много шоу, очень много соревнований, куда можно выехать, там, у нас не стоит на гимнастику, там, каких-то сумасшедших сумм, билеты, да, то есть, показать ребенку, посмотреть. Даже просто по телевизору собрать, там, ну, взять ребенка и посмотреть, там, чемпионат мира, то, что транслируют, да, там, олимпийские игры, чемпионаты Европы, чемпионаты России даже показывают. То есть, в интернете это все есть, это все открыто. И, мне кажется, даже смотря на это, дети, ну, как-то заряжаются и видят, куда к чему стремиться. Это очень важно. Еще сказать, смотри, какие красивые дети. Мастер-классы проходят, различные шоу. Поэтому, почему нет, сейчас вот, например, будет в Казани проходить шоу Немова. А, наверное, те, кто как-то, когда ты слышал о спортивной гимнастике, знают такие фамилии, как Немов и Хоркина. Ну, одни из таких, ну, с тех времен известных людей. Вот, поэтому они проводят сейчас свои шоу. Даже не знал, что по гимнастике. Сейчас будет в Казани проводиться шоу Немова 22-го числа. 28-го, 29-го будет в Санкт-Петербурге проводиться шоу Хоркиной. Билеты, все это есть в открытом доступе. 28-го, 29-го? Да, это можно там у меня это отследить как-то. Или еще лет это все выкладывается, все спортсмены. Поддерживают, да? Да, скоро будут какие-то, скорее всего, там новые, может быть, мастер-классы или шоу. Спортсмены, которые сейчас выступали на Олимпийских играх, наши там мальчики, они тоже это все делают, наверное, даже благотворительно. Слушай, я так этого не касался никогда, я даже не знал, что здесь. Настолько, то есть, вот, например, мои друзья, там, Никита Нагорный с Дашей Нагорной, они тоже там олимпийские чемпионы, чемпионы мира, и сейчас они проводят мастер-классы, то есть просто приезжают в города абсолютно бесплатно и общаются с детьми, как-то мотивируют их, показывают какие-то, тренируют где-то что-то. То есть, ну, такие вот просто вроде бы легкое общение, какой-то легкий мастер-класс, а по себе знаю, насколько это важно, когда ты маленький, и ты видишь перед собой там какого-то кумира или человека, который уже чего-то добился, у которого ты можешь поучиться. Это очень сильно влияет, и сейчас спортсмены, которые уже там достигли высокого уровня, стараются на максимум заинтересовать подрастающее поколение и дать им эту возможность. Миссия, да такая? Да, учиться, и это очень здорово, поэтому следите за нами в социальных сетях, это все открыто, мы это все показываем, и хотим, чтобы как можно больше народу привлекалось и в спортивную гимнастику, и в принципе в спорт, потому что... Спорт оздоравливает нас? Спорт – это номер один. Где в Санкт-Петербурге можно прийти и позаниматься не через дюшер, да, чтобы для ребенка, а вот взрослому человеку как нет? У меня есть там друзья-знакомые, которые преподают даже в батутных центрах, то есть, ну, вот просто индивидуально прям берут людей и тренируют их, учат элементом каким-то гимнастическим. То есть, не сложно найти тренера по гимнастике? Нет, не сложно, тренеров достаточно, вот, всегда можно связаться там со мной или еще с кем-то, с нашего круга и найти, то есть, если захотеть, это все в открытом доступе, почему нет? И тем более, я думаю, что в будущем, даже как там сейчас есть там любительский футбол, так же будет развиваться любительская гимнастика, почему нет, почему бы... А в других странах уже развита и развивается или развита в каких-то странах любительская гимнастика? Я, честно говоря, так не вникала, ну, и не видела, чтобы прям вот была развита именно любительская гимнастика. Знаю, что тренируются, тренируются, причем даже гимнастикой занимаются детишки там с каким-то отклонениями, то есть, даже, да, дети, у которых есть какие-то болезни, врачленные там или хронические, они занимаются гимнастикой, то есть, даже дети инвалиды занимаются гимнастикой, и я не вижу в этом ничего плохого, это, наоборот, очень здорово, и почему бы не дать ребенку попробовать или даже просто любительски тренироваться, даже если ты не замахиваешься на какие-то результаты профессиональные, это, наоборот, очень здорово научиться там даже стоять на руках как минимум или делать сальто. Мне кажется, это очень интересно И плюс физическая форма всегда хорошая У гимнастов там прорабатываются Абсолютно все группы мышц Да, ребят, когда транслируют Какие-то соревнования, конечно, позавидуешь Как сказать Мышцам у корсетов Гимнастов Поэтому Только за Мне кажется, что вообще гимнастику В принципе, мы стараемся делать все Чтобы она стала более популярной Более известной Для людей, потому что многие даже не знают Что такое спортивная гимнастика И путают спортивную с художественной гимнастикой Хотя это, как называют Сестры, но это разные виды спорта Абсолютно Поэтому любительский спорт Почему нет? Ну что ж, надеемся, в самое ближайшее время Будет развита Инфраструктура в нашей стране Для занятий гимнастикой и детей И любителей во взрослом возрасте Спасибо огромное Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому